Здравствуйте, друзья! Продолжим вместе с вами изучение вооружения Вайперы в текущей максимальной лиге чемпионов. И сейчас на Дракончике обзорчик убиваем 13 роботов подряд. Начался у нас против всех, сразу маневрируем и выжигаем сразу Меркер. Слева наблюдаем Хеллбернер, появился иними 2 и заснул. Но используем, конечно, этот момент и забираем килл, потому что нужны очки ремонта. Здесь стоит обратить внимание, с какой бешеной скоростью сквозь энергощит выжигают Вайперы роботов противника. Напомню про Вайперы. Дистанция поражения этим вооружением 500 метров, очень большой боезапас и высоченная просто скорострельность. Плюс Т. Энергетическое вооружение с коррозийным дота-эффектом и наносит очень большие повреждения, особенно в прокачке МК-2 и с модулем атаки термонуклеар-реактор 6 уровня. Снова заснул противник, быстренько его добиваем. Но, в принципе, эти 2 килла в дальнейшем в этом бою компенсируются полностью почти уничтоженными роботами противника, но эти киллы просто у меня украдут. Самое главное, друзья мои, на Драконе очень аккуратно оперировать способностью его полета в стелс-режиме. Нужно постоянно маневрировать и не забывать, что если у противника включен будет активный модуль антистелс, вас могут сжечь в полете. Очень важный момент. На Фальконе типичная ошибка. Включил в ближнем бою свою способность. Моментально сгорает. Никогда не делайте так на Фальконе. Несколько подобных ошибок еще будет прямо в этом обзоре. И держите подальше дистанцию от Меркури и от Хеллбернеров, потому что разрыв экспертспособности достаточно по большому радиусу идет. Я уже совершал ошибки, что меня прямо, в принципе, в полете подрывали, потому что взрыв, он не просто попал. В площади. А взрыв у Хеллбернера и у Меркури сферический. То есть одинаково вверх, одинаково вниз и одинаково во все стороны по определенному радиусу. Поэтому держитесь от этих мехов подальше, сжигайте их с расстояния. Сейчас ошибку допускает Спектр. На Спектре нельзя прыгать ни на инвайдеров, ни на белых драконов, учитывая, что Спектров сильно понерфили. Пойдем на маленький допустимый урон. Сейчас палим быстро. Хаечи добываем. Хаечи вообще, в принципе, не противник для белого дракона, но, тем не менее, бодаться можно на страйдерах. В принципе, на всех роботах можно успешно убивать белого дракона, если суметь спрятаться и маневрировать вокруг препятствий, когда на вас заходит в полете белый дракон. Я сейчас просто максимально эффективно использую складывающуюся боевую обстановку, стараюсь успеть на дискотеку и своевременно сжечь вражеских роботов. Спектры, видите, горят как свечи. Я вот думаю, может быть, разработчикам стоит отменить нерв Спектров и вернуть их былые, так скажем, боевые характеристики 4 секунды после стелса и добавить им ХП и, может быть, немножко скорости, учитывая, какие мощные мехи сейчас все стали, особенно, например, Меркури, драконы и Оресы, плюс вообще все роботы-пантеоны. Может быть, имеет смысл вернуть Спектром, скажем так, их былые, боевые, да, вот эти все характеристики и заслуги. Постараюсь успеть сжечь вражеского грифа. Всю очередь вкладываем в него. Все-таки кнопка перезарядки не мешает, я вынужден постоянно сбрасывать боекомплект. Ну вот, в принципе, можно как раз вместо Хеллберна, разоснувшего, засчитывать этот килл, потому что успел Инквизитор справа убить грифа. Я практически его уничтожил, но килл от меня ушел, но вот считаю, что это компенсация за заснувшего метра в начале. Так что, в принципе, идет пока все нормально. Самое главное, не допускать ошибок на Белом Драконе. Типичная ошибка это несвоевременный, так скажем, подлет к противнику и слишком ранний старт использования спецспособности взлета в стелс-режиме. Вот эти типичные ошибки надо стараться не допускать, но, тем не менее, я их сам постоянно допускаю. Начинать взлет и подлет к роботу-противнику нужно стараться 300-250 метров. Можно взлетать дальше, если открытые, так скажем, площади, вот сейчас тоже момент был, можно компенсировать взамен заснувшего Фалькона тоже. В начале вот этот килл я полностью сжег спектр, но последним выстрелом его добивает Булварг на Драгунах. Так что, в принципе, здесь все честно. 13 киллов я уничтожил. Постараюсь со временем побить этот рекорд. Это я для себя устанавливаю, так скажем, планочку, личные рекорды, сколько может за раз убить робот в определенной сборке. И если будете смотреть все сюжеты на канале, то сможете увидеть все эти интересные бои. Вот сейчас я допущу ошибку, то, о чем говорил. Друзья, так не делайте. Дистанция 450 метров, я начал полет в сторону противника. Мне нужно было сблизиться с Булваргом и стабильно его выжечь в ближнем бою. Он выжигается моментально. Я совершил ошибку, потому что слишком дальний старт, тем более робот находится противника в укрытии, с непотраченной спецспособностью и уничтожает меня тулумбасами МК-2. Что вполне закономерно, это очень серьезная ошибка. Не нужно вылетать в сторону робота-противника, еще раз повторюсь, 250-300 метров. При большей дистанции должна быть дальнобойное вооружение и открытая карта типа Каньон или Ямантау для поддержки огнем из вайперов, аванжеров или другого дальнобойного вооружения на открытой площади. Когда много зданий и много препятствий, взлет должен осуществляться, вот как сейчас, 250-300 метров, не больше. Тогда он максимально эффективно сможет отработать наш белый дракончик. Жгу по фалькону и сразу же начинает ходить в укрытие на перезарядку способности и боекомплект. Типичная ошибка фалькон снова совершает. Зачем-то включает спецспособность, и когда фалькон ее включает, тем более в близости от врага, он выжигается как гриф. Не делайте так, друзья. У меня есть группа ВКонтакте, где я буду выкладывать по возможности снятые интересные уроки, которые, надеюсь, помогут вам в ваших боях и победах. Поэтому поглядывайте. Ссылочка на эту группу у меня всегда есть в описании к видео. И иногда я закрепляю эту ссылку на мою группу в первом комментарии. Так что подписывайтесь, не пропускайте сюжеты, не пропускайте уроки. Особенно новичкам эти уроки могут быть очень полезны. Плюс можете писать свои вопросы в группе. Или я, или мои друзья, и также опытные игроки. Очень многие подписаны, всегда ответят там на ваши вопросы. Что качать, какую сборку качать, какое вооружение ставить на какого робота, и как действовать в каких-то определенных ситуациях. Сейчас вот я ошибся, надо было на самом деле, Хаечи была легкая цель. Но я погнался за спектром. Тоже ошибка, но тем не менее успею его сжечь. Так как уже мало ХП у него осталось, и можно спокойно теперь отойти, перезарядить способность и спокойненько выжечь. А сейчас зайдем на Хаечи. Ну тоже, тоже на самом деле взлетел далеко. Опасно это может быть для дракона, особенно если Хаечи бы применил сейчас активный модуль антистелс. То есть лучшая борьба, друзья мои, с драконами, это обязательно, если идете против всех, и там будут белые драконы. Нужно, чтобы у вас на двух роботах минимум стояли антистелсы, чтобы выводить этих роботов с антистелсом именно против белых драконов. И вооружение должно быть стоять динамично, и, например, спектр на четырех таранах может великолепно с помощью антистелса и быстро, самое главное, уничтожить белого дракона, который летит и атакует вас в стелс режиме. В принципе, бой этот подходит к концу. Сейчас мы его быстренько завершим, и перейдем, просто показываю, перейдем в следующий эпизод, там будет интересно. Атака клана Империал, итальянского клана плюс 39. Тоже сейчас мог, если бы был антистелс у спектра со скоржами, мог бы меня, в принципе, спалить и уничтожить. Напоминаю, еще встроенное оружие огнемет имеет дота-эффект, коррозийный эффект у дракона, и достаточно огромный урон наносит сам по себе и с помощью этого коррозийного эффекта. Но мы переходим в следующий эпизод. Использовать будем белого дракона на вайперах, и исключительно как робота поддержки в гущу боя мы не полезем. И будем, так скажем, постоянно поддерживать достаточно точным огнем. С драконом нужно уметь с вайперов точно стрелять. Атаку союзных сил будем использовать как робота поддержки. Поддерживаю. Самое главное, иметь холодную голову при пилотировании белого дракона. Нельзя шлепаться в гущу противника. После приземления особо, в принципе, белому дракону не поможет. И ласт стенд его сожгут моментально. Он очень неповоротлив в ближнем бою и достаточно без защиты. Что, в принципе, я еще не один раз вам продемонстрирую в своих обзорах, друзья. Насколько, в принципе, в ближнем бою не поворотлив. Если у вас стреляет, как сейчас произошло из вортексов, сразу двигайтесь по диагонали от робота противника. И урон, наносимый вам с вортексов, будет минимален. Даже если у вашего робота достаточно большой корпус, как, например, у белого дракона. Продолжаем поддерживать свою команду. Захожу с левого фланга. Бой идет полным ходом. Идет мощнейшее раздавливание. Клана плюс 39. Бойцами клана Империал. Поддержу схватку нашего паука с инвайдером противника. И сразу отхожу на перезаряд. То есть не лезу в гущу боя и выборочно, как в тире, расстреливаю роботов противника, с которыми наши ребята из Империал сошлись в ближнем бою. Вот такой момент интересный. Можно подлететь и крест-накрест просто очередью огня. И огня из вайперов, из встроенного огнемета. Просто крест-накрест перечертить группу противника и нанести максимально большой урон. Разозленный боец атакует меня на Булгасаре. Отходим, отходим за препятствия. Ожидаем перезарядки спецспособности. Чтобы немедленно его атаковать и выжечь. Охотника на Белого Дракона. Спокойно, плавно его атакуем. Переносим огонь на Хаечи. И зря не рискуем. Еще один появился в Булгасаре. Сразу же огонь идет по мне. То есть, ребята оценили, какой огромный ущерб я им нанес у своего Белого Дракона. И прошу отметить, весь бой на одном роботе, весь бой на Белом Драконе. Старался в гущу не лезть и исключительно использовал Белого Дракона. Как робота в поддержке. В этом плане дистанция ведения огня 500 метров на вайперах может позволять использовать его как робота в поддержке. Спасибо большое, друзья, вам за ваши просмотры, лайки и комментарии. С вами был Андрей. И мы увидимся с вами в новых обзорах. Всем хорошего настроения. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»